Миллион тонн молока вполне по плечу сельхозпроизводителям республики, уверен Александр Соловьев. Только за прошлый год удалось увеличить надои на 5%, а в ряде районов, например, в Киясовском на 13%. В лидерах по надоям Дебёски, Вовожские и Шарканские районы. Ни в коем случае нельзя нам с вами стоять на одном месте. Да, задача сложная, но я считаю, с учетом привлечения инвестиций, эта задача перед нами выполнима. А тем более мы с вами знаем хорошо, что экономика наших СПК стоит на молоте. Селяне без поддержки не останутся, пообещал глава региона. Особенно сейчас, когда посевная на носу, а минеральные удобрения подорожали вдвое. Субсидий со дня на день ждут и крупные СПК, и крестьянско-фермерские хозяйства. Наш район по итогам 2014 года надоел от каждой коровы 5555 килограммов молока. Это вот четыре пятерки, такая у нас круглая цифра хорошая получилась. И та поддержка, которая идет с республиканского бюджета и российского бюджета, которые выделяются на данные килограмм молока, конечно, она очень существенная. И наши сельхозтоваропроизводители ждут этой поддержки. Мы больше будем помогать и участвовать в секторе, чтобы они занимались своим скотоводством. А я думаю, вот это молоко, ведь оно никуда не уходит, оно также уходит через наши рынки, скажем, нашему населению. Вот таким образом, я считаю, вот этот миллион, значит, для нас это под силу, это можно выполнять. Александр Соловьев просьбу селян услышал. Поручил Минсельхозу Республики продумать, как заинтересовать личные подсобные хозяйства в содержании молочного скота. Еще одно конкретное предложение – сделать удмуртский мед узнаваемым и популярным на российском рынке. Не исключено, что скоро в регионе появится свой медовый бренд. Елена Реверчук, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия».